Всем привет! С вами, как всегда, компания Термостар, меня зовут Валентин. Сегодня буду делать обзор очень интересного приборчика, который мне выслали на обзор. Это устройство, благодаря которому вы сможете организовать систему теплых полов у себя в доме. Как правило, ничего сверхинновационного в этом устройстве нет, но, как мне показалось, оно очень интересное с точки зрения конструктива и позволяет решить определенный ряд проблем на пути организации системы теплых полов. Давайте приступим к обзору и посмотрим, что же это за чудо-прибор, о котором я собираюсь вам сегодня рассказать. Поехали! Итак, вот оно наше устройство. По сути, это несколько необычная термоголовка с выносным капиллярным элементом необычного типа. Почему необычный, сейчас объясню. Эта термоголовка предназначена для контроля температуры теплоносителя в контуре теплого пола. Называется она, как видите, TSG-VPS01. Итак, данная термоголовка предназначена для того, чтобы контролировать температуру теплоносителя в контуре теплого пола. Как и прочие присутствующие на рынке элементы для контроля температуры теплоносителя в контуре теплого пола, эта термоголовка не исключение и работает по температуре обратки. Однако, обратите внимание, насколько у нее интересный конструктив и для чего именно такой конструктив был придуман. Итак, вот вы видите перед собой стандартный коллектор теплого пола. Давайте попробуем установить на него нашу термоголовку. Как я уже сказал, термоголовка работает по температуре обратного теплоносителя, поэтому необходимо вкручивать ее непосредственно на коллектор обратки. Устанавливается сам термоэлемент непосредственно на место, куда мы обычно вкручиваем гирпекс, зажимающий трубу теплого пола. Никаких дополнительных прокладок или уплотнителей использовать не надо. Этот элемент полностью готов для установки. Попросту необходимо руками затянуть накидную гайку до упора, после чего сделать пол оборота рожковым или разводным ключом. Далее выкручиваем пластиковый вентиль, при помощи которого мы запираем, либо открываем нужный нам контур, и на его место вкручиваем непосредственно саму термоголовку, при помощи которой мы будем устанавливать желаемую температуру теплоносителя в данном контуре. Делается это руками, никаких дополнительных инструментов для этого вам не потребуется, после чего аккуратно сворачиваем капиллярную трубку, и, как говорится, наша термоголовка полностью и целиком готова к работе. Таким образом вы можете установить необходимое количество данных термоголовок на ваш коллектор и организовать систему теплых полов в вашем доме без насосно-смесительного узла. Диапазон температур на термоголовке варьируется от 20 до 60 градусов Цельсия, что позволяет задать каждому отдельному контуру необходимую вам температуру теплоносителя. Это может быть удобно в тех случаях, когда у вас поверх контуров теплого пола имеются разные напольные покрытия, что, соответственно, подтянет за собой необходимость установки разной температуры теплоносителя на каждый из контуров. В конечном итоге поверхность теплого пола в каждой зоне будет оставаться комфортной и безопасной как для самого покрытия, так и непосредственно для людей, пребывающих в этой зоне. Как по мне, данный способ организации теплых полов в вашем жилище является идеальным в тех случаях, когда вы хотите установить несколько небольших контуров теплого пола, например, в ванной, на кухне и в коридоре, но при этом не хотите устанавливать отдельный насосно-смесительный узел для поддержания необходимой температуры теплоносителя, к тому же, чтобы насос справился со своей задачей с расходом по каждой из петель. Для того, чтобы термоголовка TSG-VPS01 работала без нареканий, необходимо соблюдать всего лишь одно простое правило. Это правило описано в инструкции к данному прибору, однако для того, чтобы вы не наделали ошибок, я, как говорится, на пальцах хочу вам объяснить, чего нельзя делать, для того, чтобы данный элемент работал корректно или, как говорится, согласно заявленным характеристикам. Для того, чтобы все это вам объяснить, я подготовил вот такую небольшую иллюстрацию. Предположим, что у нас есть небольшая квартирка, в которой мы хотим установить три радиатора, соответственно, и три контура теплого пола в санузле, на кухне и, допустим, в коридоре где-нибудь. Соответственно, мы устанавливаем коллектор на шесть выходов, подключаем его при помощи 32-го полипропилена, либо там 26-го металлопластика, ну и все контура подводим к нашему коллектору. Самое важное, на что необходимо обратить внимание, это то, в каком порядке необходимо подключать контура радиаторов и теплого пола к нашему с вами коллектору. Правило звучит следующим образом. Контура радиаторов или высокотемпературных элементов должны быть подключены как можно ближе к той стороне коллектора, откуда приходит горячий теплоноситель. Допустим, у нас имеются три радиатора, мы их подключаем, соответственно, в контур номер 1, в контур номер 2 и в контур номер 3. Неважно, сколько у нас там радиаторов, 5, 7 или 10, мы их подключаем в данном случае слева направо до тех пор, пока все радиаторы не будут подключены. Только после того, когда высокотемпературные нагревательные приборы были подключены, как можно ближе к концу коллектора, мы устанавливаем нашу термоголовку TSG-VPS01 на обратный коллектор, то есть вот здесь и, соответственно, подключаем к ним контура теплого пола. Вот здесь у нас будет один контур теплого пола, вот здесь будет второй контур и здесь третий контур теплого пола. А вот здесь у нас будут подключены, как вы поняли, уже радиаторы. Для чего нужно соблюдать данный порядок? Давайте предположим, что мы установим на первый контур вот так вот радиатор, потом здесь тоже радиатор. Далее на контур 3, 4 и 5 мы установим теплый пол, я буковку T рисую. Ну и, соответственно, на последний контур мы также установим радиатор. В результате горячий теплоноситель из последнего радиатора, вот так вот он будет двигаться в наш радиатор, там куда-то возвращаться обратно в коллектор, и горячий теплоноситель будет прогревать весь коллектор до температуры обратки нашего последнего радиатора. Соответственно, весь коллектор будет нагреваться до температуры значительно выше, чем нам необходимо для теплого пола. И вот термоэлемент теплого пола от термоголовки TSG-VPS01 также будет нагреваться обратным теплоносителем, возвращающимся из последнего радиатора. В результате наша термоголовка может работать некорректно и, соответственно, некорректно поддерживать температуру теплого пола. Поэтому, еще раз повторяюсь, правило звучит очень просто. Все радиаторы, либо нагревательные элементы с относительно высокой температурой теплоносителя должны быть подключены как можно ближе к стороне коллектора, откуда приходит горячий теплоноситель. Ну а сейчас в руках вы у меня видите всем известную термоголовку RTL, которую многие используют в тех же целях для контроля температуры теплоносителя в контурах теплого пола. Это прекрасное и надежное устройство, которое зарекомендовало себя очень хорошо с течением времени и несмотря на то, что оно выполняет абсолютно такую же функцию как и TSG-VPS01, эта термоголовка имеет один существенный недостаток по сравнению с нашим образцом. Для того, чтобы продемонстрировать вам этот недостаток, давайте попробуем установить термоголовку RTL все на тот же коллектор рядом с нашей термоголовкой TSG-VPS01. Для этого выкручивается нижний штуцер, я проделал это заранее при помощи ключа, после этого выкручивается непосредственно американка на самом кране RTL и как правило при помощи ключа для американок закручивается на место, куда мы обычно подсоединяем герпекс для зажима трубы теплого пола. Грубо говоря, RTL-кран как и TSG-VPS01 устанавливается в разрыв обратного трубопровода, идущего от петли теплого пола. После того, как RTL-ка установлена на место, можно посмотреть на то, как будет выглядеть коллектор со стороны, и как вы видите, такой коллектор будет занимать намного больше места, и как вы понимаете, такой коллектор не поместится ни в один коллекторный шкаф, даже который имеет увеличенную глубину. Поэтому RTL-ки имеют один большой и существенный недостаток, с их использованием использование встраиваемых коллекторных шкафов становится невозможным, в то время как термоголовка TSG-VPS01 позволяет нам это сделать без никаких проблем. Другим положительным элементом в пользу RTL-ки является тот факт, что остается свободным запорный элемент. Если выкрутив колпачок над RTL-кой мы можем установить сервопривод, который подключается в разрыв через термостат с датчиком поверхности пола, таким образом мы исключаем необходимость изменять температуру теплоносителя в разный период сезона отопления, что конечно же необходимо будет делать в термоголовке TSG-VPS01, хоть и не часто, но тем не менее делать это нужно будет, иначе температура воздухопомещений будет несколько завышенной в период межсезонья. Ну и последнее, что хотелось бы рассказать про данную термоголовку, это то, что по инструкции ее можно использовать еще и для автоматической балансировки петель рециркуляции горячего водоснабжения. Другими словами, если у вас есть три петли рециркуляции, на две из них устанавливается данная термоголовка, и происходит так называемая автоматическая балансировка петель рециркуляции горячего водоснабжения, что в принципе очень экономично и очень легко в эксплуатации, а также настройки и балансировки данных петель. Заявленная розничная цена на устройство TSG-VPS01 на территории Российской Федерации составляет 2200 рублей, или что по сегодняшнему курсу составляет приблизительно 29 евро. На этом у меня было все, с вами как всегда компания Термостар, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, всего доброго и до новых встреч!